Здравствуйте! С информацией Гидрометцентра России, прогностического центра метео, вас познакомлю я, Рената Камалова. Юг Дальнего Востока продолжает опекать солнечный антициклон. Во Владивостоке днем около 15 тепла, в Хабаровске плюс 12, ночами уже с минусом. В Иркутске среда будет солнечной, но холодной. Температура не поднимется выше 8-9 градусов тепла. В Новосибирске наоборот всплеск до плюс 15 и местами небольшой дождь. Но эту теплую волну уже через сутки сменит холодная, пока она накрывает Урал. В Екатеринбурге не выше плюс 10, еще без осадков, а в четверг ожидается снегопад. На севере европейской территории температура опустилась настолько, что снег бы тоже выпал, если бы не арктический антициклон. В Архангельске после ночного минуса днем только около 5 тепла. На северо-запад пытается вклиниться циклон из Норвегии. Здесь усилится ветер и пойдут дожди, но в Калининграде воздух прогреется до плюс 18. В центре в тылу уходящего в Поволжье циклона дожди сохранятся лишь по северу региона, но заметно похолодает. В Ярославле днем плюс 5, в Туле 10 тепла. И в Нижнем Новгороде уже не выше плюс 10, здесь местами пройдут небольшие дожди. В Казани обычно с прояснениями, преимущественно без осадков и плюс 11. На юге усиливается черноморский антициклон. В Ростове-на-Дону, Луганский и Донецкий солнечные уже выше 20. Прекрасная погода и на Черном море. В Севастополе, Сочи 23-24 градуса. В Краснодаре будет около 25. В Петербурге в среду плюс 7-9 градусов, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. А в Москве дневные часы уже преимущественно без осадков, но только плюс 6, плюс 8. С четверга температура снова начнет расти. Здравствуйте, о погоде на завтра расскажу вам я, Евгения Неронская. Начнем по традиции с Дальнего Востока. На юге материка погода близка к идеальной. На Сахалине, на Курилах, в Приморье и на юге Хабаровского края. Пока без существенных осадков и до 15 градусов тепла, что для октября совсем неплохо. Севернее серых тонов больше. Небольшой циклон, пожалуй, в Бурятию и Забайкалье. Он подпортит погоду в основном на севере региона. В Сибири и на Урале на повестке дня похолодание, причем серьезное. Уже завтра волны холодного воздуха с юга Западной Сибири докатятся до Иркутской области, смывая на своем пути остатки тепла. К воскресенью, по предварительным прогнозам, по всему йогу температура будет балансировать на нулевой отметке. Учтите это, когда будете строить планы на выходные. Ведь завтра в Омск и в Новосибирской областях еще солнечно и плюс 15. На Урале похолодание тоже будет развиваться стремительно. Температура упадет до ноябрьских норм. Аналогично уральской погода будет развиваться в Поволжье. И европейская территория продолжает погружаться в глубокую осень. И температура падает, и дожди уже затяжные. А циклоны – полноправные хозяева. Очередной ненастный гость завтра заглянет на северо-запад. Он смажет краски в Псковской и Новгородской областях. От дискомфорта добавит порывистый ветер. Воздух прогреется лишь до 10-12 градусов. В Карелии уже не выше 6. На берегах Балтики и в Калининградской области, несмотря на мокрую погоду, почти 20. Дожди ночью еще могут отметиться и на юге, но антициклон к утру разгонит тучи. На Черноморском побережье будет солнечно, около 23 градусов. Еще один антициклон обосновался на севере. Он подарит немного солнца Кольскому полуострову и Республике Коми. А вот в Санкт-Петербурге не самая приятная погода. Там ветрено, дождливо и только плюс 5, но дальше чуть теплее. В Москве плюс 6, плюс 8. Дожди отметятся ночью, а днем уже без существенных осадков. Сейчас время новостей погоды. В нашей медиа-студии Ирина Полякова. Ирина, вот теперь точно можно сказать, что у нас наступила осень, и не только календарная. Да, настроение у нашей погоды пасмурное, а дальше и все более прохладное. Итак, сегодня в центре русской равнины циклон, который у нас вверх в пасмурную осень, завтра он звенится восточнее и своим таким маневром откроет дорогу холодному арктическому воздуху. Всю среднюю полосу охватит внушительное похолодание. На пик оно выйдет в четверг, когда в центральных областях местами дойдет до заморозков. Справедливости ради это только приведет нашу погоду в чувства, приблизит положенные по календарю норме. Но для Поволжи все будет намного ярче. И уже завтра в Кировской области и в Удмуртии дожди могут сменяться мокрым снегом, а в Казани в выходные ночами уверенный минус. Но на севере морозы днем. На юге пока без осадков. Там от рекордов понедельника ушли уже сегодня. Но это немного выше характерной октябрьской температуры. Продолжу о погоде после полосы. В Петербурге завтра с небольшим дождем и плюс 8. В Москве дождь остановится ночью, но днем выше 6-8 градусов температура не поднимется. Мы к этому готовы. Спасибо. Это был прогноз погоды от Рины Полихо. Здравствуйте. С вами Анастасия Лоренова. Самая теплая и солнечная погода на Дальнем Востоке в среду будет в Приморье и на островах. Там солнечно и плюс 15. Но в Якутске всего плюс 3, а в Верхоянске зима уже на пороге. По ночам здесь до 15 мороза. В Сибири волна теплого воздуха напоследок согреет Алтай, Кемеровскую и Новосибирскую области. В Барнауле завтра плюс 18. Но это всего на один день. Дальше стремительно похолодает. В Екатеринбурге после плюс 20 температура рухнет до плюс 9. А в пятницу днем ударит мороз. А на севере европейской территории все стабильно. В Архангельске завтра плюс 5 и без осадков. Но в центральный район хлынет холодный воздух северных морей. И среда станет самым холодным днем на этой неделе. В Ярославле всего плюс 5 и дождь. Но в Туле уже плюс 10 и без осадков. На юге снова солнечно. В Ростове-на-Дону потеплеет до плюс 20. На берегах Черного моря 22-23. В Петербурге небольшой дождь и плюс 5. В Москве плюс 6-8. Пасмурно и ветрено. Здравствуйте. С вами Наталья Зотова. Осень окончательно освоилась на севере европейской территории. От свежего снега уберегает лишь арктический антициклон. Ночами сплошной минус и днем не выше плюс 5. На северо-запад новую порцию атлантического тепла несет скандинавский циклон. Погода портится, но в Калининграде воздух успеет прогреться до плюс 18. Центральные области окажутся в тылу уходящего на восток циклона. Кратковременные дожди сохранятся только на севере региона. И там же похолодает настолько, что не исключен мокрый снег. В Ярославле завтра плюс 5. А к югу от столицы завтра плюс 10-12. В Белгороде 16 тепла. Ушедшие дожди начнут сбивать температуру в Поволжье. В Нижнем Новгороде завтра плюс 9. В Самаре плюс 17. На юге усиливается антициклон и станет больше солнца. Днем приятные 20-25. В Санкт-Петербурге в среду плюс 7-9. В конце дня небольшой дождь. В Москве облачно, но днем уже без осадков. И всего плюс 6-8 градусов. А с четверга температура начнет снова расти. Продолжение следует... Продолжение следует...